Всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, budushin.ru и budublog.ru. А сегодня тема такая. Специальных приемов боя с несколькими противниками не существует. Погнали! Есть такое мнение, ну, бытует, что есть какие-то специальные приемы боя, которые существуют только в традиционных боевых искусствах, когда можно биться с несколькими противниками. Это специальные приемы боя. Так вот, друзья мои, умение вести бой с несколькими противниками, определяется тактическими наработками, а не техническим арсеналом. Это принципиально важно понимать. Можно знать только один удар и только с его помощью успешно драться с целой группой людей. А можно знать весь технический арсенал, владеть всеми катами, всеми ката, так лучше сказать, но не уметь воспользоваться этим арсеналом в бою даже с одним противником. От слова совсем не воспользоваться. Ката и карате тоже не подразумевают одномоментный бой с несколькими оппонентами, как это считается. Катам типа бой с несколькими противниками идет на одну сторону, на другую. В каждый момент времени реально бой ведется только с одним каким-то оппонентом. Говорят, что есть специальные техники, направленные на противодействие нескольким противникам одновременно. Одновременно, понимаете сами, да? Но когда заходит речь, где же это можно увидеть, то сразу становится ясно, что в традиционных методах подготовки таких практик не существует. То есть нет приема боя с несколькими противниками в Кихоне, в Кихон Гахон Кумите, в Кихон Сан Бон Кумите, нет этих приемов боя и в Джи Ю Япон Кумите, нет этих практик ни в одном ортодоксальном и традиционном, и современном стиле. Всегда отработка любой техники и комбинаторики проводится либо вообще без партнера, либо только с одним партнером, который изображает этого оппонента. И вот приходит очередь для ката. И казалось бы, что вот именно тут-то мы и увидим тот самый бой с несколькими противниками. Но нет. Реально нет. Одновременного взаимодействия, еще раз повторяю, с несколькими оппонентами не зашифровано и в ката. Всегда, в каждый конкретный момент времени идет взаимодействие только с одним единственным оппонентом. С одним из многих, может их и много. Но в ката мы видим, что работаем с одним, а развернулись с другим и так далее. Да, можно представить, что исполняющий ката переключается с одного противника на другого. Но именно так бой с несколькими оппотивниками и превращается в серию коротких поединков с каждым из своих противников в отдельности. Что мы и видим при отработке Бун Кай. Да, на соревнованиях иногда мы видим чудаковатые Бун Кай, на соревнованиях по Бун Кай, по командам Ката и Бун Кай, в которых главным фактором является зрелищность, а не реальная эффективность демонстрируемых техник. За уши можно притянуть любой Бун Кай, только это будет уже не Бун Кай, а одно название. То есть там не будет реальной аппликации. На тему Бун Кая можно почитать мою статью по ссылке. Она будет внизу под видео. А статья называется «Почему мертвый Бун Кай Ката карате ничем не лучше скривляний фриков от боевых искусств?» Ну, если захотите, почитайте. Ссылочку я обязательно оставлю. Вот. Не лучше ничем. Потому что он точно такой же нереальный, как и кривляние этих самых фриков. Адепты карате, реально делая аппликации ката и тренируя Бун Кай, разбивают ката на фрагменты, отрабатывают технику с партнером в режиме кихонку-мите. Заметьте, с одним партнером. Для каждой техники с одним партнером. Суть в том, что больше и не нужно, понимаете, умение противодействовать нескольким сопротивникам, я повторяюсь, зависит не от знания большого количества техники и даже не от идеального ее исполнения, и не от скорости, и не от каких-то факторов еще, а исключительно от тренированности тактических наработок, противодействию нескольким противникам. Техника-то вся будет та же самая. Так вот, эти тактические наработки должны давать возможность в каждый конкретный момент времени противостоять только одному противнику. То есть этого нужно, этого и нужно добиться в бою с несколькими противниками. Я, опять же, оставлю внизу ссылку на разбор боя с двумя противниками. Некоторые считают, что для противодействия нескольким противникам нужно иметь класс подготовки, превышающий уровень мастерства всех вместе взятых оппонентов. Но это совершенно не обязательно. Можно быть просто не хуже в личном противоборстве, чем лучший из них. Главное – уметь правильно тактически действовать, оставаясь в каждый момент времени один на один только с одним из противников. Для тех, кто смотрит видео, я приведу еще фрагмент аттестации самой своей. Вот это как раз именно поединка с двумя противниками. Кстати сказать, у этого боя есть и разбор. Я просто повторюсь, что детальный разбор, он будет по ссылке, которая находится под этим видео. Можно почитать и посмотреть, там все детально разобрано от и до. То есть, тактика ведения боя с двумя противниками. Ну, вот так вот. То есть, понимаете, доктрина сама в том и заключается, что всегда нужно постараться во время боя с несколькими оппонентами выстроить его таким образом, чтобы это был просто ряд поединков с одним оппонентом. Есть также у меня и видео со свободным боем, со связанными руками против трех оппонентов. Ну, это просто в качестве дополнительного разбора. Это с аттестацией. Ну, так вот. Все на самом деле кажется просто, но это и сложно. Можно изучить всю какую угодно технику и не применить ее, если все противники нападут одновременно, а тактические вы не сумеете выстроить бой таким образом, чтобы каждый момент времени драться только лишь с одним из них. И тогда они смогут одновременно вас атаковать. И вы проиграете. Если же вы сумеете построить бой таким образом, что одновременно будете взаимодействовать только с одним из них, у вас есть все шансы, если вы не хуже, чем самый лучший из этих ваших оппонентов. То есть, вы с каждым просто подеретесь в отдельности по разу. Ну, и выиграете, если победите всех, по отдельности. Все на этом. Пока, до встречи.